Дорогие друзья, в этом ролике пойдет речь о такой вещице, как мини тотем. Он был изготовлен специально для конкурса репостов, который, увы, уже закончился. Сейчас мы посмотрим с вами на кое-какие моменты в его создании, а под конец ролика мы узнаем, кому же достанется эта настольная радость. Желаю вам приятного просмотра. Да, начинаем мы, конечно, не с самого начала. Он уже полностью готов. Угу. Подрезать, да, только сзади осталось? Ну, тут, да, просто пришлось сверху убрать, вот с этой стороны. Можно так и ставить, можно убрать. Я на самом деле был очень удивлен, насколько быстро рама его сварганил. Пока я сидел за монтажом, буквально пару дней, мини тотем уже был полностью вырезан с подставкой и со всеми пирогами. А шляпку тогда надо будет притопить. Зазвукой, ну все. По задумке, подставочка и тотем будут фиксироваться друг к другу с помощью самореза. И в него надо в самого еще тоже, да, отверстие? Так, и теперь у меня задняя? Да, задняя. Вот это верхняя? Нет. Да? Нет. Ну, можно вот так? Можем вот так. Можем вот так. Какая-то странная. Ну, мне кажется, это верхняя круча. Лично я никогда не коллекционировал вещи, и у меня не было таких экземпляров, которые хранились бы на полке. Как-то не видел я в этом особого смысла. Взять, например, мини-фигурки. У меня было их много, но я не скажу, что я их коллекционировал. Я ими играл. Они у меня ломались, терялись, но я никогда их не ставил на полку, чтобы чисто наслаждаться их внешним видом. Но в последнее время и все изменилось. С появлением вот этого черепа. Он стоит на моем рабочем столе. И периодически я в него залипаю. Бывают такие моменты, когда тебе приходится ждать. Загрузки или что-то в этом роде. И подобные предметы очень сильно скрашивают время ожидания. Например, я беру его и кручу в руках. Ей-богу, только сейчас начал ценить подобные вещи. Раньше как-то не придавал им такого значения. Наш мини-тотем как раз из этой оперы. Помимо того, что он украсит ваш уголок, так вдобавок он может нести реально полезную функцию. Например, его можно использовать как подставка для наушников. В любом случае он должен получиться максимально тактильно доставляющим. Ну да, шпаклевочкой надо было. Поэтому даже самые незначительные шероховатости ликвидируются. Надо прям втирать. Не исключено, что его будут лапать активнейшим образом. Поэтому он должен быть к этому готов. На моменте стыка головы печеночного сосальщика с основным столбом появились микротрещины. Проходимся по ним шпаклевкой по дереву. Ну и по всем остальным местам, где откровенно заметно соединение двух элементов. Удивительно, но аэрозольная грунтовка подняла ворс. О, блин, ну слушай, тут много-то и не нужно. Нужно прям совсем чуть-чуть пройти. Залог хорошего окраса – это предварительная качественная обработка поверхности. Грунтовочка, шпаклевочка и последующая работа с таким изделием будет просто песня. Мне кажется, на фейку клеить туда это не очень нравится. Вот здесь вот будет наклеечка. Можно вырезать кружечком. Кругленькая такая была. Не квадратненькая. Она не будет квадратненькая, она вот такая вот будет. Где? Выше, выше, выше. А, вот такая вот. С надцеловали. Да. Типа логотип канала. А сам этот черный. Ну, я не знаю, я подумаю, в общем-то. Что ж, приступим к нанесению скинухи. Так или иначе, эта мини-версия приурочена к нашему основному тотему. Хочется, чтобы между ними было что-то общее. Выпуклые элементы хоть немного и другие, но напоминают антитрипофобную нижнюю часть. Для полноты синхронизации будем красить малыша теми же красками, что и старшего товарища. Градиент соориентирован немножко иначе. Как раз под стать выпуклому узору. Я постарался использовать каждый оттенок краски. Но кое-какие баллончики были уже все, пустые. Еще когда работал с основным тотемом, там еще все вылил. Ну ладно, как-нибудь выкрутимся. Достаточно всего лишь немножко подзаморочиться. Но в целом, в многократном наслоении, у меня получилось добиться желаемого оттенка. Можно было, конечно же, обойтись и без этих защитных элементов, сделанных на скорую руку из рулона обоев. Но я все-таки предпочитаю чистую работу. И те места, которые планирую закрасить другой краской, желаю оставить в чистом грунте. Так я буду уверен, что цвет ляжет равномерно, без тоновых перепадов. А с подставочкой мы разберемся попозже. Решил ее пока прикрутить. Так наносить первые слои на верхушку будет намного удобнее. В общем, низ будет в каноничной расцветке. Но вот с печеночным сосальщиком не все так просто. На первом-то тотеме краски вообще не было. Все оформление было осуществлено морилкой. Она, конечно же, уже вся вымылась, но это не суть. Цвет есть цвет. И те желтые фрагменты, как сейчас помню, морилка оттенка лиственницы, я решил изобразить золотом. Я думаю, золото отлично подойдет. Оно у нас и в новом тотеме фигурирует. Так что нормально. Оперение закрашивается точно в такой же последовательности, как у оригинала. Я уж, наверное, не буду показывать вам все этапы раскраски. Скаканем на пару дней вперед. В какой-то момент я подумал, что не все оттенки мне по душе. Ну что положить за место них, я ума не приложу. Ладно, продолжу с тем, с чем я абсолютно уверен. Это радуга. Использую все те же цвета, что и в основном тотеме. Что ни говори, нижняя часть в новом тотеме получилась весьма удачно. Я уже собираю фидбэк, и многих зрителей этот фрагмент не оставил равнодушными. Здесь я, правда, не использую золотую краску в роли желтого. Так как она у нас уже задействована наверху. Поэтому там, где должен быть желтый, у нас желтый. Все просто. Одновременно люблю и ненавижу этот цвет. Он вроде такой яркий, прикольный. Но вот укрывается просто никак. Жопа. Ну, да мне тут вообще, в принципе, каждый цвет по 3-4 раза пришлось укрывать. Подложка темная, и то и дело просвечивалось. Вообще, этот принцип во многих случаях работает. Я про то, что светлыми цветами перекрыть темные наглухо довольно сложно. В покраске подставки я проявил гениальность инженерной мысли. Все-таки лень отличный двигатель прогресса. Мне просто впадло ждать, пока высохнет одна сторона, переворачивать и заливать другую. Почему бы не сделать все сразу? За один подход. Пизжу. На деле я вкатил все два слоя, как полагается. Ну, вот уже больше похоже на правду. Давайте проверим вашу память. Поставьте на паузу и скажите, какие цвета я тут изменил. Ну или нафиг. На очереди очень ответственная задача. Надо сделать ровный черный круг. В центре красной секции. Трафики из наклеек, по-моему, самые топовые. Сейчас тупо тампонированием сделаю жирный и плотный закрас. Идеально. Ровнее не бывает. В этот круг я вклею стикер с логотипом нашего канала. Он олицетворяет в себе все то множество фигурок, которые мы вырезали в новом тотеме. Все то разнообразие в одном символе. И чтобы наклеечка не отклеилась и цвет не затерся, принимаем необходимые меры. Ну, разумеется, на все изделие наносится два добрых слоя матового лака и готово. Теперь он бафует плюс 15 к вдохновению и плюс 30 к скилухе. Угу. Если бы все так просто. Порой нужно приложить немало усилий, чтобы держать себя в творческом тонусе. Но это уже, можно сказать, тема совсем другого видоса. Друзья, вся эпопея про новый тотем прошла под замечательный саунд проекта «Лесной танец». Там два альбома, которые я уже заслушал до дыр. И если вам тоже заходит подобная музыка, то ссылочки я оставил в описании. Слушайте на здоровье. Пару слов о подставке. Она вот такая. И в посылке будет лежать отдельно. Победителю остается только самостоятельно прикрутить ее. Саморезик мы заботливо положили в комплект. Ну, а сейчас розыгрыш. Ну что, давайте выясним, кто у нас победитель. Смотрим. 145 репостов. Все, копируем ссылку. Скопировать ссылку. Вот мы наша ссылочка. Один победитель. Все, выбираем. Артем Стариков победитель. Вот. Отлично. Репостнул. Все. Надо с ним связываться. Ну вот и все. Ребята, поддерживайте нас лайками, комментариями. Подписывайтесь на Инстаграм и на группу ВКонтакте. Там можно свою работу, кстати, выложить. Все залайкают. Вам будет приятно. Все. Давайте. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ